Вампир, на свете Чандер, и нам нужно поговорить вот с этой барышней, потому что на карте есть восклицательный знак. О, Джонатан, я не верю своим глазам, бедняжка убил какой-то дикий скаль. Да, и отчасти вина лежит на мне, потому что именно я... ...привелся до этого скали. Джонатан, как вы могли такое сказать? Простите, что омрачаю ваш день, вокруг только страдания и смерть, и конца им не видно. Я всегда готова помочь вам, Джонатан. Вы слышали о Баскалоне? В Уайт-Чапеле я встретил существо, похожее на вампира, он заявил, что я должен вести себя по правилам. Вы запомнили что-нибудь еще? Он был огромным, гораздо больше человека, и выглядел озлобленным. Я думал, он порвет меня на части, но он просто исчез. Фергал, палач Аскалона, вам повезло, что он не искал у вас, а выполнял поручение своего хозяина. Что такое Аскалон? Это влиятельный клуб, которому принадлежат самые могущественные вампиры. В Британии, послушайте моего совета, держитесь от них подальше. Я заметил, что не переношу теперь священные символы, или не могу войти в культовые здания. С вами такое бывало? Интересные у вас вопросы. Я не знаю почему, но да, такое со мной бывало. Это знак? Божье указание, что небеса отвердают нас? Не знаю, Джонатан, но мне кажется, что суеверие и мистика рассеются, когда на них взглянуто, что увеличить на стекло науки. Вы не боитесь? Милый мой, меня сложно напугать. Нет ничего страшного, чтобы избегать ленивозных символов. А вы объяли эту женщину, как и того пациента мистера Рэнфилда? Я звали Амелия, и я ее не убивала. Я давно поклялась не обрывать жизнь, если только человек не попросит сама. Так непитательна кровь в больных и умирающих? Вы правы, Джонатан. Голод грозит меня изнутри, и, если честно, я очень хочу есть. Нас окружают люди, полные живительных сил. Как вы сопротивляетесь соблазну? За долгие годы удовольствия, которые я получала от еды, давно пропало. Я пью, чтобы поддерживать силы, сдерживая свою жажду. Простите за беспокойство, миледи. Надеюсь, скоро снова вас навестить. И восклицательный знак пропал. Чудесно. Так, дальше. Нам нужно отправиться в порт. А в порту нас ожидают много других проблем. Здесь у нас новых болезней не объявилось. В порту пока что только переутомление мы заметили. Ну что ж, пойдем в порт. Узнаем, как там дела. Опять метка появилась. Боже, как вы появляетесь? Ну объясните мне, пожалуйста. Ну как? Как? Каким образом? Наверное, из-за того, что я выбираю левой кнопкой мыши какую-нибудь менюшку. Но это же неправильно. Такого быть не должно. Но оно не... Похоже, сразу же привина усилили патрулей. Надо действовать осторожнее. Вау! Он меня видит. Он реально меня видит. Это было ожидаемо, но теперь мы в этом убедились. Почти с прокаста убил. Смотри-ка. Семнадцатого. Еще чуть сильнее бы мне стать. Чуть-чуть. Самую малость. И будет жестко. То есть прокачать теневую завесу. И семнадцатые уровни. Священники семнадцатых уровней. Начнут падать. К моим ногам. Как тряпичные куклы. Это прекрасно. Уровень совершенно бесполезен. Уровень нужен для прокачки навыков. Да господи. Да хватит это делать. Вы видели? Ну это кошмар. Это ж хитрая жопа. Это ж хитрая жопа. Стоять! А про уровень в чате. Уровень в чате на самом деле зачем-то нужен. Армина вычитала какую-то информацию. Поэтому вы набирайте. Уровень в чате. Пока еще не ввели. Насколько я понял. Нужен десятый уровень. Во-первых. Это мы узнали. Нужен десятый уровень. Это раз. А два еще какие-то моменты, которые вводят они только. Кто это орет? Я слышу. Я их даже чую. Вот они. Они меня не увидели. Ау. Ошибка-то какая. Боже. Я не то нажал причем. Много раз не то нажал. Как такое может быть? Ну вот может быть. Вот видите. Сейчас пособираем вот это все. Мы здесь были в этом переулке. Но... Скалер я не помню здесь. Теперь скалер. Ой, крыся. Я тоже не ожидал, что ты вот так вот схватишь крысюку. Ну такое бывало уже. Помните. Так. Погодите-ки. А куда нам лучше всего пойти-ти-ки? Нам нужно идти вот в ту сторону. Ну давай пойдем по этой улице. Ладно. Подрежем еще вот этих ребят. Ау. Больно, между прочим. А это, кстати, вообще супер больно. Химические ожоги какие-то на мне видели. Хотя всего лишь чеснок. Дыхнул просто. Знаете, когда кто-то нажрался чеснока, потом дыхнул на тебя и поплыл. Вот тот самый момент. Эффект грязных носков. Это оно. По-моему, мы вокруг да около бегаем. Сначала вот этого парня надо. Это важно. Он достаточно просто умрет. И он с огнем. Ой, я думаю, я вот это использую сейчас. А все? А все? Понял. Эти ребята, они серьезные. Поэтому. Они достойны применения моей силы. Пусть. Так, найти Шона Хэмптона в доках. Так. Ничего. Есть только какой-то шум. Я не знаю, почему этот шум происходит. Меня интересует еще вот что. Вроде пока нет расследований. Хорошо. Огненный слева тоже неприятный. Да ем. То, что у меня там не хватает ХП, оно восстановится. Грабим. Это правильно. Грабители. Врываемся и грабим. Ой, ну желаю удачи. В любом случае, кто там на ящиках пытается выиграть. Нам бы это пригодилось. Начнем с более слабого скаля. Нет. Этот скаля обладает темной магией. Его важнее. По-моему, можно удар еще наносить дополнительно после оглушения. Лайфхай. Ау. Если сразу второй, то могу успеть. Надо тренировать, на самом деле, нанесение удара. Потому что, мне кажется, тема рабочая. В всяком случае, похоже на это. Достоять! Вот здесь после удара он сразу раздупляется. Это грустно. Время еще не успевает уйти. Соответственно, на бесконечно долгое время его останавливать. Ну, такое. Скорее, кровь нужно. Чаще бить кровью. Да, это разумное решение. Да. Есть время. Ого. Ням. Ням. Это шрифт Брайля. Нужно найти того, кто может прочитать. Текст по Брайлю. Нечитабельный текст. Написан шрифтом Брайля. Латиницей набрано только название. Средство от слепоты. Это для слепых. Я понял. Нужно слепого найти. А быть может... Не только слепая, но и немая может пошли. Ну, это маловероятно. Скорее, слепоглухонемые могут. Слепоглухонемые. Слепые. Девятнадцатый. Причем с защитой от темной магии. Это жестко. Его проще будет убить. Хоть он и девятнадцатый. Его именно нужно гасить. Если вы думаете, что это просто, вы ошибаетесь. Одно лишь маленькое движение, и ты уже попадаешь в просадку. Зараза. Пожрал. Проклятие. Ничего, я все равно в плюсе окажусь сейчас, если сожру его. Я рассчитывал, что он уже откроется. Здесь, кстати, в отличие от Гилдин Ринга, можно анимации прерывать. Это фантастика. Так приятно. Да идите вы со своей этой. Мне нужно другое. Мне подбирать нужно с них. Патроны. Че как? Да, мы с ним сейчас поговорим. Только для начала обыщем местность. Вдруг мы найдем здесь какие-то подсказки к нему. Окровавленное письмо. Милая мама, чтобы не случилось со мной, помни, что я тебя люблю. Я знаю, ты не всегда одобряла мои поступки. Но меняться я не собираюсь. Я родился и вырос в этой части города, и мне не нравится то, что происходит с родным кварталом и со знакомыми людьми. Недавно я сделал важный выбор. Я решил начать борьбу с тиранией. Эти сатарапы точно будут мне мстить, но я готов ко всему. Благодаря тебе я всегда любил читать. И теперь, когда я собираюсь перейти к действиям, то я могу лишь процитировать Этьена де... Дела... Буэси. Они кажутся нам высокими лишь потому, что мы стоим на коленях. Мама, я больше не хочу стоять на коленях. Я собираюсь встать во весь рост любой ценой. До свидания, любимая матушка Джек. На задней стенке выгравленное имя. Джек Гиллиан. Пожалуйста, это отнести часы. Да-да-да. Это вот этот Джек, который там вон ругался про незаконно рожденных. То есть он орал, бастард, бастард. Да, это Джек. Джек, который построил дом. Из трупов тел. Вот, все в порядке, сэр? Что привело вас в эти места? Несуете нос не в свое дело. Надеюсь, вы понимаете, что здесь очень опасно. Ха, не боюсь этих стражей Привина. Или как они там себя называют. Я научу этих сопливых уважать, старш. Я не говорил именно о них. Вы в самом деле их преследуете? Почему? Они забрали моего мальчика. Он ушел к этим психам и пропал. Поэтому я решил сам его найти. И кое-что выяснил. Ясно. И все-таки поймите, вас тут могут убить. Причем даже не бандиты. Вам лучше уйти отсюда, сэр. Раньше здесь было приятнее, скажем так. Возможно, вы и правы. Это не лучший способ искать Эндрю. Ну-ка, религиозно. Понятно, религия, ребят, убивает. Тут в очередной раз подтвердили это, да? Понял. Арчер. Вубидубидабдаб. По всей видимости, нам нужно поспать, чтобы этот вубидубидабдаб куда-то перешел. И потом мы ему отдадим. Судя по звуку, где-то ребенок плачет. Хорош, кстати, хорош. Да. Зачем я обнажил оружие-то? Я не знаю. Я не обнажал. Бродячие скали вроде далеко. Нет, я, конечно... Ой, он блюет. Ему нехорошо, ребят. Бывает. Хорош. Тема рабочая. Хотя, да, скаль невысокого уровня, но это скаль с защитой от физического урона. И тем не менее мы смогли что-то с этим сделать. Это приятная новость. Так, пойдем. Сюда? Да. Ребенок плачет у тебя на кухне. Не пускают помыть посуду? То есть он настолько хочет помыть посуду, что рыдает? Ого. 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 Меня, кстати, никогда не напрягало мыть посуду. Но только если мыть ее сразу. То есть поел, помыл. Поел, помыл. Тогда и посуды много не стакается, и все хорошо. А вот если гору посуды мыть, ну это ужасно. Поэтому нет смысла доводить до горы. Зачем до гор доводить? Если можно сразу взял, помыл. Взял и помыл. Поел, помыл. Поел, помыл. В чем проблема? Я думаю, лучше сразу поспать. Мы что-нибудь можем прокачать за 300. Хотя не факт. Нет, да. Кстати, можем. За 300, плюс 40% крови можем получать. Нужно ли? Если честно, я бы скорее сюда упоролся в 2000. Это мне важнее. Но поспать бы мне не помешало. Поэтому я бы, наверное, вкачал. А, не, не могу. Нужно ВИС-600. А у меня недостаток. Жаль. Тогда потом поспим и мужика найдем. Мужчина сидит на... О! Внезапно. Здравствуйте, здравствуйте. Чаплин с пистолетом. И без шляпы. Надо обойти. Открыть эту дверь. Чтобы сразу был доступ к этому району. Ребят, я думаю, что это важно. Мы же оттуда пришли, по-моему. Мы как раз-таки оттуда и зайдем. Хм. Оказывается, тут кто-то был. Ну все, ребят. Портовый район у нас открывается. Куда-то сюда надо. И там открыть дверь. Где-то здесь? Где-то здесь. Пойдем. Все. Отпернули. Состояние района стабильное. Попробуем вылечить всех, кто есть. Я запрыгнуть не могу. Не могу. Хотя странно. Чисто визуально, как будто специально для меня сделано. Ну-ка. С первым поговорим. Пытаемся говорить, а не получается. Мужчина! В чем его проблема-то? В чем проблема-то? С ним вообще нельзя поговорить. Он что-то говорит, но поговорить с ним нельзя. Потрясающе. Добрый вечер, я доктор Рид. Можно задать вам несколько вопросов? Ты кто такой? Что тебе надо? Как я и сказал, я врач из Пембургской больницы. Из Пембургской больницы за лечение клея я платить не буду. Я пришел не за деньгами, миссис. Миссис Эдвина Кокс. Так что тебе нужно? Может, хочешь что-нибудь купить? Возможно. Эдвина Кокс. Ничем не болеет. Расскажите мне что-нибудь из своей работы. Я деловая женщина, покупаю и продаю товары. А к тем, кто кочеврежится, окравляю ребят из мокрых ботин. А там анши и торговка? Нелегко совмещать две работы, наверное. Знаешь, мне бы переделся врач, который может свободно ходить по городу. А вы не стесняетесь в выражениях? Мне нравятся люди, которые знают, что им нужно, и говорят, что думают. Сейчас отличное время для тех, кто готов творить великие дела. Миссис Кокс, меня не интересует карьера в преступном мире. Хорошо. Тогда держись от нас подальше, а то с синяками можешь и не отделаться. Знаете, с тех пор, как я вернулся с войны, меня не очень-то пугают угрозы. Ножи и даже пули. Это точно так, что этот юнионист, который попал на нашего, так и говорил. Мы с Бутом напомнили ему, что пули действительные слов. Что вы можете сказать об этом части города? Здесь никому нельзя доверять. Чуть расслабишься, и... Какие-нибудь сволочи мигом этим воспользуются. Правда? Мне кажется, вы преувеличиваете. Ублюдки, все до единого. На них действуют только угрозы до кулаки. Ну, похоже, вы говорите о ком-то конкретном. Да вот хоть могильщики из Саута Орка. Они что-то запамятовали, что кто разрешал им грабить метр-то... Грабить метр-то в братской могиле? Это... предел низости? Как угодно. Ты доктор, наверняка сможешь пройти запретную зону. Чтобы напомнить этим сам продолг. Эдвина, вы все еще носите фамилию мужа. Почему? А почему бы и нет? Он таща скотина, но я все равно его жена. А его имя в этих краях кое-что значит. Вы ни разу не навещали его в Перминской больнице? Нет, я не собираюсь. Буду только рада, если испанка или ошибка врачей помогут Клею... ...от брозик копыта. Обычная жена, ребят. Эдвина, расскажите про человека, которого убили вы с Бутом. Этот змееныш убил одного из наших и получил по заслугам. То-то и всего. Почему он это сделал? Не знаю, не хочу знать. Этот чертов коммунист уложил нашего. Только недолго он этим хвастался. Вы не знаете, что на самом деле произошло, но все равно его убили? Доктор, не стоит переходить дорогу мокрым ботинком. Это наша земля. И у нас свои законы. И вас не мучает совесть? Вы всегда убиваетесь из колебаний? Доктор Лид, насилием многого можно добиться и... Значит, вы решаете, кому жить и кому умереть? Да, доктор. Я не утверждаю, что это справедливо. Но так я разбираюсь со смытьянами. И личные вопросы все равно подсвечиваются, несмотря на то, что их нет. Мне нужен мистер Шэн Хэмптон. Не знаете, где он сейчас? Печальный святой? Слыхал он у него на пальне. Да, но недавно он покинул больницу. Вот так новость. Ну, тем лучше для бездомных и никчемных. Спросите у них, наверняка они что-то знают. Покажите, что вы продаете. Если у тебя появятся деньги, я покажу все, что в ней есть. Бесполезный мусор, к сожалению. На данный момент, ребят, на данный момент. Ладно, но с Бутом там и поговорить все. Можем теперь. Теперь можем. Спасибо.